Итоги прошедшей недели подведены в администрации округа. О них доложили руководители управления и ведомств. Оперативная обстановка в округе, вопросы пожарной безопасности и работы системы ЖКХ стали основными темами совещания. 153 ДТП, из них 4 с пострадавшими. Полторы тысячи обращений граждан и 39 уголовных дел, из которых 37 раскрыли по горячим следам. Такое выдалась неделя у люберецких правоохранителей. Также полицейские доложили, что в округе произошло убийство. В ходе проверки установлено, что 13.11.30 по указанному адресу после совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений Знакомый Анохин, тоже житель поселка Малаховка, нанес несколько ударов твердым тупым предметом гражданину, который, Анохин, впоследствии нанесенный травм, скончался до приезда в скорой помощи. Успели предотвратить неминуемые люберецкие огнеборцы. На минувшие семидневки им предстояло потушить три пожара. Обошлось без жертв. В сфере ЖКХ все спокойно. Программа капремонта МКД ведется по плану. На данный момент по кровле осталось четыре многоквартирных дома выполнить, по внутридомовым инженерным системам три многоквартирных дома и по фасадам три многоквартирных дома. Все работы будут закончены на этой неделе. В упорке городских и дворовых территорий задействовали почти 100 единиц спецтехники и тысячу человек. За отчетный период из люберец вывезено 69 кубометров мусора с несанкционированных свалок. Итоги прошлой недели также подвели представители МОСОБЛ ЕРЦ в городском округе Люберцы. За прошедшие 9 банковских дней средний уровень сбора по управляющим компаниям составил 40,6%. По результатам анализа вопросов, с которыми к нам обращались жители, вопросы следующие. Основные это перерасчет и передача показаний индивидуальных приборов учета, разъяснение причин образования задолженности, получение справок об отсутствии задолженности. В завершении заседания участники встречи обсудили обращения граждан, поступившие в администрацию, а также ход работ по исполнению поручений главы городского округа.